Если вы имеете избыточный вес, значит среднее содержание воды в вашем организме значительно снижено. И очень важно знать, как правильно пить воду, чтобы похудеть и не потерять здоровье. Это уже добавка от меня. Почему это очень важно? Все очень просто. Если вы просто выполняете рекомендацию, есть самая простая рекомендация. Пейте 1,5-2 литра воды в сутки и будет вам счастье. И будете худеть. И все. Если бы это было так просто, я бы не писал это видео. Потому что ситуация не такая простая. Если вы случайно водой попадете во время еды, то есть вы поели какую-то еду и не дождавшись ее полноценного переварения добавили воду. Вода попала во время еды, процесс пищеварения нарушится. Это понятно и ребенку, надеюсь. Что такое нарушение процесса пищеварения? Да, пища непереваренная прошла по кишечнику. Патогенные бактерии там всегда сидят и только ждут, когда вы их наконец-то накормите. И выполняя вот эту рекомендацию, полтора-два литра воды во время еды, больше ничего не надо делать и все, будет вам счастье. Вы попадаете в эту ситуацию. Вы их накормили. Они поели, конечно. Пища не попадает вам в кровь. Вы худеете, потому что теоретически вы кушаете, но пища теперь уже это не усваивается. Усваивают за вас совершенно иные. Но они не просто едят за ваш счет, они еще жгадят вам в пищеварительную систему. Эти токсины попадают в кровь. И еще Мечников, позапрошлом веке, он исследовал эту ситуацию. И он написал, дисбактериоз в кишечнике минус 30% жизни. И только вы начали выполнять вот эту рекомендацию, пить полтора-два литра воды, вы автоматически живете теперь два дня по паспортному возрасту, а три по биологическому. Вы знаете, так до пенсии можно не дожить. Поэтому так делать не стоит. Хотите подробнее узнать, подпишитесь на мой канал, найдите такие видео по лечению дисбактериоза. Посмотрите их более подробно. Это не самая простая ситуация. Потому что по большому счету, избыточный вес, который вы имеете, это не скажу смертельный, но достаточно суровый приговор вашему образу жизни, вашей системе питания и вашему употреблению воды. И если вы считаете, что просто добавив воду в эту систему, вам этот приговор кто-то отменит? Да, отменит. Но очень дорогой ценой. И вы должны это понимать. Потому что когда у вас есть избыточный вес, у вас есть несколько видов дистрофии. То есть вы смотрите в зеркало, вы видите вас много. А на самом деле, если посмотреть вглубь этой ситуации, у вас сплошная дистрофия различных систем и органов. Безусловно, в зеркале вы видите дистрофию жировой ткани. Вот та самая лимонная корочка, которую вы там видите, так называемый целлюлит или липодистрофия. Это дистрофия жировой ткани. Да, ее много, но она пустая. Ну, не пустая, не совсем пустая. Витамины вы там вряд ли найдете, микроэлементы вряд ли найдете полезные. А пестициды, гербициды, канцерогены найдете легко и просто. Они там есть, потому что они жирорастворимые, они там находятся. И ждут своего часа, когда вы их из неподготовленного организма начнете водой выводить. Сейчас. Жирорастворимые вещества пошли с водой. Будут накапливаться, концентрироваться в вашем организме. Они 200 лет лежали в жировой ткани, безопасно. Не дай бог они попадают в кровь, попадают в любую активно делящуюся клетку, а она становится раковой. У вас включается счетчик. Такие видео, кстати, тоже можете найти на моем канале. Не вопрос. Но липодистрофия это не самый опасный вариант. Немножко неприятный для мужчин. По той простой причине, что в жировой ткани, ну фактически это кладбище мужских половых гормонов. И хронический простатит, который есть у многих мужчин, начинает превращаться в импотенцию. И эта ситуация, она развивается легко и просто. Стоит вам талию получить больше 100 сантиметров и процесс уже пошел. Это нужно просто понимать. Про воду я написал тоже такую брошюрку. Я знаю, что это такое. Знаю, как ей управлять правильно. Поэтому я написал это видео. У меня несколько видео, как правильно пить воду есть на моем канале. Поэтому без проблем, не вопрос. Но! Липодистрофия. Это всего лишь номер один. Да, с нее все начинается. Но если у вас ожирение не два дня, если у вас липодистрофия развилась не позавчера, а немножко раньше, если вы носите избыточный вес годами, то у вас развивается дистрофия номер два. Это тоже жировая дистрофия, но уже в метаболическом мозге вашего организма, в печени. Жировая дистрофия, ожирение печени, жировой гипотоз. Это разные названия одного и того же состояния. Когда клетки печени, вместо того, чтобы очищать вашу кровь от грязи, от токсинов, пестицидов, гербицидов, тех же. Токсических веществ, которые любыми путями стремятся попасть в ваш организм и попали в него, печень от них вас пытается избавить. Но до тех пор, пока клетки печени не замещены жиром. Заместились клетки печени жиром, все, они уже не работают. Теоретически они есть, причем печень при этом даже увеличена. Она большего размера, чем у людей без жирового гипотоза. Но функции она свои не выполняет. Вот эта дистрофия печени, когда фактически обмен веществ в вашем организме уже не управляется. И пока вы ее не уменьшите, ситуация не изменится. Кровь не станет ваша лучше. И на этом фоне легко возникает еще один вид дистрофии. Да, ладно, от жирового гипотоза, пока он не превратился в цирроз печени, люди не умирают. Но вы знаете, есть орган, который страдает тоже очень серьезно. Мало того, что вас много, и нужно это все обеспечивать не только на метаболическом уровне. Нужно разносить все это, все полезные питательные вещества и грязь выносить из вашего организма. Он выполняет громадную, гигантскую нагрузку. Да, я понимаю, печень фильтруют за сутки 4,5 тонны крови. И это не единственный физиологический момент, который, вы знаете, достаточно велик. Кстати, часть из них описана в моей книге, что делать, если у вас есть печень. Я знаю, что такое печень, как помочь ей работать и обеспечивать, контролировать правильный обмен веществ в вашем организме. Ну, это одна из более 50 опубликованных книг, прошу, на тему здоровья. Так вот, когда печень ваша работает плохо, кровь у вас наполнена токсинами, потому что печень не может их вывести, и бедна питательными веществами, интенсивно работающий орган, который обеспечивает кровообращение в вашем организме сердца, тоже попадает в дистрофию. Это называется миокардия дистрофия. Ну, сделайте кардиограммку, проверьте, как у вас работает сердце. Посмотрите, напишут вам норма, или напишут возрастные изменения. Это две большие разницы, как говорят в Одессе. А может быть, напишут метаболические изменения мышцы сердца. А может, напишут просто миокардия дистрофия. Или диффузные изменения миокарда. Это все тоже синонимы. Синонимы того состояния, что не смогли вы обеспечить работу сердца своего на должном уровне. И там уже есть определенные изменения. Но эти изменения могут усилиться, да. Потому что если у вас только жировой гепатоз, и все это одно, а если у вас печень уже не управляет уровнем сахара, вы делаете анализ крови, сахар натощак, и получаете показатель 4,5 и выше. О чем это говорит? О том, что печень не управляет обменом углеводов. А сердце работает на углеводах. Если вы сделаете липидограмму, вы можете увидеть тоже интересные ситуации. Что оказывается, и обмен холестерина в вашем организме не идет так, как положено. То есть у вас развивается атерослероз сосудов. А это причина смерти номер один сегодня. Сердечно-сосудистые заболевания. Вы можете проверить уровень мочевой кислоты. Особенно те, у кого есть у родственников проблемы с суставами. Посмотрите, может быть и мочевая кислота у вас повышена. Это тоже обмен веществ, который завязан на работе печени. Все три составных, они входят в такой интересный метаболический синдром. Или по-другому его называют смертельный квартен. Потому что когда на этом фоне развивается гипертоническая болезнь, то есть веет асуистая дистония по гипо- или по гипертоническому типу, переходит стабильное состояние под названием гипертоническая болезнь. То этот синдром, а первоисточники-то, ваша печень и ваш нарушенный обмен веществ, становится смертельным квартетом. Выносит переговор. Инфаркты, инсульты на этом фоне легко и просто. Если вы не знаете, что делать и как выходить из этой ситуации. Потому что если сердце, находясь в состоянии миокардиодистрофии, а вы ему добавили нагрузочки, да просто залили воду в систему, ну вы знаете, может конечно сердце выдерживать это испытание. Но как вы думаете, насколько долго? Тут большой-большой вопрос. Конечно, дистрофия номер 4, которая развивается при избыточном весе, это дистрофия в суставах. Артроза, артрит постепенно переходит в артроз, а потом к вам пристают уже ортопеды, травматологи и говорят, все уже, сустав износился, заменим. Ну правда не бесплатно. И такие видео есть тоже на моем канале, посмотрите, что делать, если у вас есть больше суставов. Конечно, можно с этим состоянием жить. Да, небольшая одышка, покой, который резко усиливается при небольшой нагрузке. Да, больше суставов, ну болит, ну ладно, приняли какой-то там обезбавивающий. Считаете, что все в порядке. Да, метаболический синдром развивается. С этим, конечно, можно жить. Но вопрос. Неужели вы считаете, что просто добавив воду в систему, вы можете выйти из этого состояния? Достаточно опасное состояние. Избыточный вес или ожирение. Как хотите, называйте. И выходить из него просто добавив воду, нельзя. Нужно правильно комбинировать разные источники жидкости перед едой, которые должны не нарушать вашу пищеварительную систему и украсть вашу жизнь через дисбактериоз, а наоборот улучшать. И когда вы улучшите работу пищеварительной системы, вы после этого должны положить правильную еду. Да, там не должно быть много жира. Но жир там должен быть. Там не должно быть много белка. Но белки там должны быть. Потому что белки перегружают выделительную способность ваших почек. которая тоже в этом случае не самая лучшая. Нужно правильно комбинировать воду до еды, чтобы она была сокогонна, чтобы обеспечить переварение пищи, которая будет устранять при полноценном переварении дистрофические процессы в вашем организме. Или во всяком случае хотя бы не пустить их на самотек, чтобы они не текли дальше. Потому что, конечно, от целлюлита они умирают. От сердечной недостаточности легко и просто. От инфаркта инсульта. Легко и просто. Это причины номер один. 60% населения в среднем так уходит. А неразумно уменьшив объем жировой ткани и выведя оттуда лежащие спокойно канцерогены, вы попадаете на причину номер два. Это онкология. Потому что это снижает иммунитет. Это испытывает иммунную систему в вашем организме. Поэтому вода во время еды в чистом виде не идет. А вода в продуктах питания, естественно, там находится. И помогает поддерживать водный баланс в вашем организме. Точно так же, как и вода после еды. Можно понимать, когда влить чистую воду после еды, но в пустой желудок вы должны быть уверены в этом. Тогда вы можете пить чистую воду? Да. После еды, если в желудке пусто. Он в состоянии после еды. Но если в желудке есть еда, это называется состояние во время еды. Вливая сюда воду, вы нарушаете пищеварительную систему и по местникам вы начинаете терять свою жизнь. Видео, как правильно пить воду после еды, есть на моем канале. Посмотрите. Я там все подробно разжевал, по этапам, по полочкам разложил. Чтобы было понятно, что делать. Если у вас есть избыточный вес. Поэтому очень важно знать, как правильно пить воду, чтобы похудеть, с пользой для вашего здоровья и безопасно для вашей жизни. Я думаю, что вы теперь понимаете, как все это делать правильно. Я могу это видео заканчивать с привычными подписчиками моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. и подумаю, какое еще видео написать на эту тему для вас.